Я уберу туалеты Кис-Алисы из стандартного места и расставлю шесть туалетов в разных местах дома И каждый будет под тщательным наблюдением камер Этот эксперимент займет у нас очень много времени Старт! Эй, эй, эй! Это для проверки лайфхака! Этот ролик будет стоить мне очень дорого Сначала в унитаз Звука нет Не сработал лайфхак? Самый безумный эксперимент в истории этого канала Привет, я Ани Мэджик, со мной тут как всегда мои питомцы И я купила аж 20 килограмм наполнителя для туалетов Кис-Алисы А еще лотки, совки И зачем мне все это, ребят? Затем, что сегодня у нас супер-рубрика Мэджик-проверка Реклама против реальности И мы с вами будем проводить экстремальные тесты Итак, что нам обещает этот наполнитель в Кэт-Степ? Он типа блокирует запах Очень простой в использовании Прекрасно впитывает и экономит наши деньги Для одной кошки хватает аж на 30 дней А еще я читала, что он не пылит и не прилипает к лапам и шерсти Вот и проверим, так ли это в реальной жизни А еще посмотрим, что на самом деле выберет наша киса Алиса И правда ли, что котикам нравится, чтобы их туалет был в нашем туалете? И, конечно же, проверим лайфхаки из ТикТока с кошачьими наполнителями Погнали! Мы наберем 50 тысяч лайков и сразу выходит новое новогоднее видео А в комментариях обязательно пишите, что вы еще хотите, чтобы мы с вами проверили А кто досмотрит это видео до конца, посчитает и напишет в комментариях, сколько всего звезд мы поставили наполнителю Тому я передам привет в новогоднем видео И, конечно же, не забывайте про подписку, потому что до трех миллионов нам осталось совсем немного А я сейчас наполню все шесть лотков разными наполнителями Видов очень много и все они отличаются цветом и запахом Посмотрим, понравится ли вообще Кэтстеп Алисе и что она выберет Итак, первый у нас с синими гранулами Кэтстеп Блю Смотрите, вот так выглядит наполнитель, симпатичненько Слой должен быть примерно 3 сантиметра Причем рекомендуют, даже если у вас больше одной кошки, не сыпать больше наполнителя Ну-ну, это мы проверим, когда будем его тестировать Мне нравится вот этот вот Arctic Art без запаха Он такой радужный, разноцветный, насыпаем Сейчас многие, да, могут сказать, что я придираюсь Но мне кажется, все-таки он немного пылит Давайте его помешаем, прям перемешаем посильнее Вот так выглядит чистая черная перчатка Вот так выглядит перчатка после того, как мы поперемешивали Ну нельзя сказать, что он вот прям вообще не пылит Пыль все-таки есть Но ее действительно очень мало по сравнению с другими видами наполнителей Так что ставим за это ему 4 звезды Я думаю, это будет справедливо Стробери с клубничкой С красненько-розовыми гранулами Короче, можно, по-моему, наполнитель под дизайн своей квартиры и кошачьего лотка покупать Реально вот за разнообразие дадим ему 5 звездочек Может у вас любимый цвет сиреневый, вот вам с лавандой Кстати, сейчас он ничем не пахнет Он типа должен начать пахнуть после попадания жидкости Так что позже узнаем, будет ли аромат приятным И будет ли он вообще мятный С бирюзовыми гранулами Вот на упаковке написано, что Catstep препятствует росту бактерий А еще Catstep Pink Тоже без запаха Он с розовыми гранулами На самом деле, правда, все силикогелевые наполнители считаются антибактериальными В них не может образовываться плесень, грибок, всякая гадость И это значит, что никаких бактерий и меньше опасности для кошек За этот пункт можно поставить 5 звезд, конечно Но это не самое главное Для нас с вами самое главное Правда ли одной пачки хватит на месяц Он действительно такой легкий в уходе Уничтожает гадкие запахи за свои деньги Это нам еще предстоит проверить Кстати, о цене я купила все примерно за 370-400 рублей за упаковку Ну что ж, давайте запустим кису Алису Посмотрим, что выберет кошка Какие у вас ставки, ребят? Отгадывайте в комментариях Я лично думаю, сиреневенький или розовый Когда киса Алиса осталась одна в комнате со скрытой камерой и туалетами Она понюхала разноцветный И дальше пошла сразу к голубому лотку с синим наполнителем Может, ее привлек именно этот лоток, потому что он отличается от всех остальных по цвету, я не знаю Но он явно заинтересовал ее больше всех Но в какой она именно залезет? Она его нюхала дольше остальных И пошла дальше, изучила розовый и зеленый В начале, когда она только зашла, она вообще пропустила лаванду и клубнику Но вскоре к ним вернулась и тоже слегка понюхала И все-таки в конце концов она выбрала голубой лоток с наполнителем Crystal Blue Она какое-то время там даже посидела И я надеялась, что она сходит в туалет Но пока что она этого делать не стала Посидела и выпрыгнула Ну что ж, и пока Алиска тут ходила, силикагель действительно не очень сильно прилипал к ее лапам, но все-таки несколько кусочков выпало Но все равно Кэтстеп где-то рядом с лотком Он как бы не будет валяться по всему дому, в отличие от многих силикагелевых наполнителей, потому что, видите, у него гранулы неправильной формы Они не катаются, они не круглые Ну-ка, давайте проверим еще одну фишку По-моему, совочкам Так как они неправильной формы, они немножко застревают Но, в принципе, на функциональность это не влияет А еще, когда Алиса ходит по наполнителю Ну, или я вот так вот изображу, да Он шумит Но в любом случае, кошка все равно привыкнет И, опять же, на качество это не влияет Ну ладно, окей По шуму и форме все-таки это мелочи Поставим ему 4 звезды И мы с вами проведем еще один очень крутой, интересный эксперимент с кисой Алисой Дело в том, что для кошки, как и для человека, в туалете важно спокойствие и уединение Но наша привычка человеческая ставить кошачий туалет в свой человеческий туалет вообще не из-за этого А потому что люди испокон веков пользовались не теми наполнителями Начиная с газет, песка и золы Заканчивая современными многими наполнителями, которые просто очень неприятно пахнут А если лоток после использования кошечкой пахнет клубничкой, то, по сути, его поставить можно где угодно Я уберу туалеты кис Алисы из стандартного места И расставлю 6 туалетов со всеми видами катстепа в разных местах дома И каждый будет под тщательным наблюдением камер Один будет стоять в кухне, другой ожидает Алису в гостиной Еще один я поставлю в спальне рядом с кроватью Следующий в хозяйственной постирочной комнате Другой будет расположен в коридоре И в том числе, конечно же, в моем туалете И мы проверим, какое место Алиса посчитает для себя наиболее комфортным Этот эксперимент займет у нас очень много времени Возможно, день, ночь и следующий день, пока Алиса не сходит А вы увидите результат прямо в этом видео Уже через несколько минут И пока киса Алиса готовит нам материал Кошачьи делишки для проверки Мы с вами проверим лайфхаки для нас, для людей Итак, что нам предлагают в ТикТоке? И не только в ТикТоке, но и в Инстаграме нам предлагают много лайфхаков Например, насыпьте на дно мусорного ведра щепотку наполнителя И неприятный запах в нем больше не появится Оставьте емкость со средством на полке холодильника И запах в холодильнике будет свежий Положите в шкаф несколько сашей с наполнителем И одежда, которая долго хранится на полке, не приобретет противный застарелый запах Также он защитит от запаха обувь Особенно у тех, у кого ножки источают жуткие ароматы Ну, вы поняли В общем, вы видели, я выполнила все лайфхаки Но этот, мне кажется, самый неприятный из перечисленных И самый показательный Поэтому я взяла у своего друга сегодня кроссовки В которых он был на большой такой тренировке Еще и уличной И изрядно попотел Хорошо, что видео не передает запах Видео мне даже чихнуло Проверим, как быстро наполнитель уничтожит этот аромат Пока наши кроссовочки маринуются У нас к проверке готов уже один из туалетов Он правда пахнет клубничкой Просто те, у кого есть котики, знают, какой аромат могут источать их пи-пи и кака Так что это очень важный пункт в нашей проверке Стоп, что это за звук? Я думаю, что вы сейчас не слышите Мне нужно приблизить микрофон, чтобы вы услышали В месте, куда попала Алискина жидкость Он шипит А, да, я читала, что все силикогелевые наполнители Не только Кэтстеп Они шипят при контакте с жидкостью Ладно Одним из самых главных преимуществ Кэтстепа Они называют экономию времени на уборку Типа очень простой уход Буквально 1-2 минуты времени Ну, давайте вот прямо сейчас это проверим и засечем Секундомер, старт Твердые отходы убираем из лотка сразу Остальное перемешиваем Не надо выкидывать никакие комочки Просто раз в день перемешать И сейчас среди белых гранул появились такие слегка желтенькие Запах так и не изменился Итак, время 41 секунда И это действительно очень быстро Намного быстрее, чем убирать любой другой наполнитель Если вы ленивый У вас просто очень мало времени Вы редко бываете дома Ну или уехали куда-то И ваши родственники, близкие друзья приходят проведать кошечку Это действительно очень круто Проверено 5 звезд Кроссовки стали однозначно свежее Значит, остальные лайфхаки тоже постепенно сработают По борьбе с запахом Кэт Степу можно однозначно поставить 5 звезд Эта часть проверки пройдена И дальше нас ждет просто мега интересный экстрим И для этого нам понадобится очень много наполнителя Но для начала результат нашего эксперимента С расставленными туалетами в разных комнатах Мы дождались этого момента, ура! Киса Алиса бродила по дому, мяукала и уже хотела в туалет Но с непривычкой она не понимала, где ее старый лоток И в итоге из всех 6 предложенных вариантов по всему дому Киса Алиса все-таки выбрала хозяйственную комнату Тихую, небольшую, в которую редко заходят люди В которой практически не бывают собаки Но немой туалет Что доказывает, что кошке важно не само помещение Сколько спокойствие и уединение А также позже мне удалось заснять, как она сходила туда не только по-маленькому То есть она в другие туалеты даже не стала ходить Она возвращалась именно сюда и закапывала свои дела Это уникальный кадр, так как мы смогли посмотреть на наполнитель в действии И благодаря правильно подобранному лотку он остался весь внутри, а не высыпался наружу Везде пишут, что силикогелевые наполнители просто моментально впитывают влагу Благодаря пористости своих гранул И что они просто на 100% обошли все другие наполнители в этом вопросе Я даже в инстаграме и тиктоке нашла лайфхаки, как это можно использовать в жизни даже для вашего смартфона И сейчас мы это проверим Вот наш наполнитель, нальем туда жидкость Че это? Че это, Алис? Впиталась она действительно моментально, ее уже практически нет Итак, наш первый и очень опасный лайфхак Это если вы пролили немного масла на пол или еще куда-нибудь Собаки очень любят масло Эй, 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 это для проверки лайфхака, уходите В общем, там говорится, что не нужно спешить портить тряпку А сначала нужно насыпать хэтстепа на это масло Дать ему впитать Тихо, ребят, все, уходим, уходим И только потом протирать А че тут протирать? Тут даже тряпка не понадобилась Сейчас я полностью его сдвину вот сюда на эту сторону С места, где было масло, чтобы вы увидели, что пол идеально сухой и чистый Я прямо сейчас сижу на этом месте И, если честно, я очень удивлена, что настолько сработал этот лайфхак А следующий Если вы пролили воду или жидкость на свой смартфон Или уронили его в унитаз, раковину Как можно скорее поместить его в емкость с наполнителем для лотка Если этот лайфхак не сработает, этот ролик будет стоить мне очень дорого Ну что, айфончик? Сначала в унитаз Аааа Теперь под душ из воды И срочно в наполнитель Правда ли он высушит его и айфон после этого будет работать? Узнаем позже Третий лайфхак, который я нашла в соцсетях Это если где-то в салоне автомобиля, например, под сиденьем Пристроить небольшую емкость с катстеп То снизится уровень влажности в салоне И стекла будут меньше обмерзать Исчезнут неприятные запахи табачного дыма Затхлости или мокрых грязных ковриков И проверить это быстро достаточно сложно Но самое главное это то, что наполнитель для кошачьего туалета может вас спасти Если машина скользит по льду, застряла в грязи и не может выехать Достаете из багажника пакет с наполнителем Который вы продуманно запасли на такой случай после моего видео И щедро сыпите под колеса Происходит сцепление шин с наполнителем и все, вы выбрались А если вы застряли в грязи, то то же самое И некоторые автомобилисты в интернете даже пишут, что 4-х килограммовая упаковка способна впитать до 5 литров влаги Ну а некоторые хозяюшки даже советуют добавить несколько горстей наполнителя для кошачьего лотка в готовую почву для домашних цветов Чтобы защитить корни растений от лишней влаги Он не привлекает насекомых, не выделяет токсичные вещества и может храниться практически вечно Сейчас мы с Алиской проверим, работает вообще мой айфон после этого унитаза и водопада в раковине или нет Ты же знала, Аня, что не надо было так делать Ладно В общем, ютубчик работает Ну погнали Звука нет Не сработал лайфхак? А, все хорошо Отлично Что ж, за то, как он реально хорошо впитывает влагу, поставим ему 4,8 звезды Чтобы не расслаблялись Но самым жирным плюсом считается его экономичность И Кэтстеп заявляет даже прямо у себя на упаковке, что одной такой маленькой пачки 3,8 литров или 1,7 килограмм хватает аж на месяц Алис, освободи мне лоток Итак, сейчас, ребята, начнется самый безумный эксперимент в истории этого канала Я провела замеры, в среднем киса Алиса ходит в туалет 2-3 раза в день Один раз это приблизительно 20 миллилитров У меня 4 шприца по 5 миллилитров Вот так выглядит один попис кисы Алисы Значит, в день это около 60 миллилитров А в месяц это 1,8 литров Давайте создадим такую ситуацию искусственно и посмотрим, выдержит ли такое этот наполнитель Капец, как это выглядит! Посмотрите на колбу с водой 1,8 литров Я не уверена, что наполнитель выдержит такую нагрузку Ну что ж, открываем новую пачечку Итак, мы запомнили примерно, как выглядит один попис Сейчас сделаем еще один И это будет один день В этих местах наполнитель немножко побелел, он впитал воду Но ситуация не особо изменилась Перемешиваем На самом деле, эксперимент не совсем идеальный Потому что мы выливаем за несколько минут норму за месяц И еще мы не учитываем момент, что она еще бы и делала кака А с кака, как сегодня показала практика, какие-то частички наполнителя все равно выбрасываются Мы вылили меньше, чем пол бутылки, а влаги достаточно много Неужели он нас подведет? Продолжаем заливать Спустя 5 минут потрогаю рукой Слегка влажноват Что ж, продолжаем создавать искусственные пописы Ну, посмотрим Не могу ничего заранее говорить Что ж, давайте посмотрим Я отодвину наполнитель в сторону И мы проверим дно лотка Сухое оно или там стоит вода Нет, дно лотка абсолютно сухое Все сухо Он впитал всю эту воду С другой стороны тоже нет влаги То есть дно лотка вообще сухое со всех сторон Мы вообще практически не давали ему впитывать влагу И в месячную норму залили в него буквально за несколько минут Получается, нам хватило его на 90 раз использования То есть на месяц для одной кошки, одной пачки Я считаю, что проверка пройдена И это бесспорно 5 звезд Это действительно очень экономично Фух, что-то я устала Киса Алиса, по-моему, тоже Подведем итоги Реклама против реальности У Catstep есть несколько минусов Он все-таки пылит, гранулы шипят, немного шумятся, когда кошка по ним ходит Застревают в совочке при уборке Не всегда остаются в лотке, но зато не раскатываются по дому Но главное, он прекрасно впитывает, реально уничтожает запах Действительно экономичный на удивление и ухаживать, правда, легко И я считаю, что Catstep прошел нашу экстремальную проверку А тот случайный комментатор, который насчитал все звезды в сумме И написал это в комментариях Ему я передам привет в новогоднем видео Пишите в комментариях, что нам еще Что нам еще проверить Ставьте лайк И, конечно же, скоро увидимся в новых роликах Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал